Ровно в полдень во всех храмах и монастырях зазвучал этот радостный перезвон. Именно им страна отмечает одно из самых важных исторических и религиозных событий – крещение Руси. Благовость начался одновременно в десятках церквей Бурятии, в том числе и в Спасо-Преображенском мужском монастыре. Мы и звоним после Божественной Литургии во все колокола. Это знак нашей духовной радости и благодарения Богу за то, что нам даровал Святое Православие. И торжественный молебен в храме сегодня был особенный. В этот день еще и вспоминают князя Владимира, который и избрал в качестве государственной религии православие, что определило дальнейшее развитие России. В этот день принято молиться о возрождении нашей страны. Молятся о том, чтобы Господь защитил наше государство от врагов и помог нашей Руси возродиться, возродиться в былой ее славе, чтобы она была такой, чтобы иноземцы вновь ее назвали святой. Как вы знаете, Русь раньше всегда в устах иноземцев звучала «Святая Русь». Вместе с верующими об этом молилась и великая княгиня Мария Романова. После торжественного молебна и показали, как изменился монастырь за последние 22 года. Именно тогда она была здесь последний раз. Я помню, что патриарх Алексей II, я говорила, ну, ваше святичное, ну, как вы справитесь, если вам все это вернут когда-то. Ну, Господь, видите, нам помогает, дает разные возможности, чтобы действительно снова такие прекрасные наши духовные жемчуи и снова нас украшали бы и укрепляли бы. Ольга Вайлошникова, Евгений Павлов. Новости дня.